всем здарова лут снова тут сегодня у нас топ 10 моих самых используемые мы варфреймов и в общем-то билды к ним и краткий обзор такой беглый прям и ссылки заодно будут на те видосы которые уже по этому поводу есть как таковых мест здесь не будет это просто список то есть если там на ком на восьмом месте это не значит он на месте даже если я так скажу потому что по привычке могу очень такое сказануть имея это ввиду кто просто мои любимые варфрейме и где я их использую где я ими бегаю и каким билдом я бегаю плохая обезьяна ну и давай начнем с чума черчей макарки видос на которую будет вверху и в описании в общем макака у нас после нерфа ничем не поменялось то есть как бы да конечно я в нее смотри сколько натолкал этих брони еще дополнительно это так прикалывать я полностью хочу забить броней сейчас у него 1250 будет почти полторы тысячи ну так чисто угораю над макакой короче но нравится мне им летать самое где его использую это в общем-то я им хожу мы миссии спасения шпионаж вот в таком билде это все у меня работает то есть ну если где-то опять же видишь какие-то умбро формы для себя хочет там что-то такое сделать просто имею ввиду что это умбро формы заменяй на простые моды ну и также вот уверенная стойка на на 400 день входа дается поэтому имею ввиду тоже ну а так вот в таком билде собственно я использую макаку хожу я этой макакой все время чисто такие спасения там шпионажи выживание макака очень живучая с нерфом с ней по сути ничего не случилось особого она как была офигительной так и осталось ну да ну по нерфе ли ей этого ее близнеца ну в принципе и что ну по нерфе ли я его не особо то использовал это толстая макака по-прежнему давай переходим к следующему нашему кандидату в лучших варфреймов для меня лично адамантевые когти или регенерация обе так хороши гаруда прайм гаруда прайм это такой варфрейм который в общем то нужен если ты хочешь побегать поколбасить ближкой гаруда это такой мастер ближки то есть это здесь кстати у многих загельминчен мрак ну и по-разному бывает там у обезьяны там если видосе посмотри на этот рев а здесь мрак в общем вот это гаруда мне очень нравится как она все колбасит просто фарш капусту короче разрезает обожаю гаруда вот если хочется тебе побегать порубить ближкой бери гаруда то есть вообще просто прекрасно она способна распиливать разрезать и уничтожать все сделано она у меня таким образом что бьет быстрыми атаками но на тяжелую атаку очень быстро когтями всекает такой урон что там текет поляшка у любых мобов я просто обожаю ходить вот когда хочу порубить ближкой именно на горуди потому что она в этом деле просто прекрасно и теперь у нас виспа виспа вот в таком билде это билд на цветочки то есть у меня стоит здесь резервуар рев рина и в общем три цветочка наставит одновременно есть очень интересный билд там хома делал там в полете колбасит она но я в общем то не использую таким образом виспу мне нравится ей допустим вот в чем она самая лучшая вот вообще просто маст хэп это водить бомжей это спасение там этих спасения как он перекрыть перегонять бомжей по четыре штуки когда они там бегают она ставит цветочки они ускоряются они хилятся они станет эти бомжи бегают этот и собственно за счет этого она очень хороша при этом он отлично живет и на стали то есть вполне можно и на сталь ходить она там спокойно способна переколбасить просто вообще все на за рима не ну кстати я на за рима не все это что показываю сталь за рима на она все там колбасит она бегает не испытывает каких-то проблем она хилит она невидимая в воздухе в общем по имбовости я бы назвал ее наверно на первое место бы даже затащил это очень сильный варфрейм но я не играю поменьше ну потому что так повелось не знаю вот так я поменьше играю и все можно сделать да вот как там это воздухе чтобы она всех распиливала полетала там ну это но меня вот так все устраивает и в общем так я гоняю как видишь все три отлично и офигительно просто посмотри на него отец и я призыватель костей это ты скорее костяная сучка я не сучка я ужасающий следующие мои любимчики их я помещу на одно место это собственно кора и некрас почему на одном это фармеры их в основном вот мы ходим там да один берет некраса другой берет кору один берет кору другой берет некраса и так по кругу это фармеры собственно я их не хочу никуда разделять и в общем-то ими я играю постоянно если нужно что-то пофармить кора у меня сделано вот таким образом это у нас основное а для того чтобы она сильно била нужно как ни странно еще и вторичка вот такая у меня вторичка с этом то есть зефирные клинки эфирные клинки винари ну винари я сильно не заморачивался вообще не делал особо ну и давай тогда не краса глянем да не крас не красу меня вот в таком билде собственно в таком билде он прекрасно себя чувствует это билд на осквернение осквернение его фишка которая дает шанс вытащить дополнительные предметы кора режет и проволокой вытаскивает дополнительные предметы некрас оскверняет из кусочков еще вытаскивать дополнительные предметы поэтому они всегда работают вместе по сути может конечно по отдельности но вместе более эффективность ты хочешь эффективно пофармить в общем-то отличная тема кстати если ты играешь за кору не забудь поменять мадурай на нарамон я там писал некоторые а не получается ничего не работает я не помню я по моему видосе там видосик я тоже оставлю упоминал не упоминал по школу я упоминал вот на рамон обязательно на рамон там нужен потому что нужно чтобы ком бы не впадала следующий у нас и нарос не путать с единоросом в общем когда-то его не любил но собственно я изменил свое мнение о нем здесь он меня через мрак в общем чем он мне нравится ну собственно тем нравится что я люблю им испытывать оружие ты ходишь они стоят сделать тебе ничего не могут ты можешь стоять прямо на них топтаться делать с ними селфи и чё угодно моды просто бессильны против него но опять же настали за римана это миссия так-то самая тяжелая и думаю но имею ввиду и существующих таких на прохождении миссии ну и потому в принципе и нарос у нас отличный выбор есть ты хочешь там бегать без проблем также я им хожу на архонта потому что это просто он просто не убиваем мы попадем блин ты серьезно блин это недостроенная зона сна и что там черт возьми лимба занимает у меня тоже определенное место почему я его использую ну просто потому что лимба это как по мне один из лучших собственно таких веселых варфреймов не знаю он отлично защищает на мобильных оборонах можно оборонах его где-то использовать в общем побегать им вполне можно мне он нравится именно в билде водореза видос он тоже есть на канале ну и собственно отличный выбор правда к нему еще нужно будет собака собак нужна будет вот такого плана вот с таким вот билдом главное здесь конечно мех моды через метку да у меня так что до лимба это отличный варфрейм отлично бегает отлично убивает отлично все пилит люблю мне нравится и выиграть и словно дешевые сериалы эти прожорливые клоны вездесущий далее идет миражка миражка это такая элегантная вот в этом скине она мне очень нравится пожалуй за скина я и начал играть он так плотно я и до этого играл но именно из-за скина начал играть плотно и в общем-то она мне понравилась в билде она у меня вот в таком это наклонов вот это на массу ну собственно на клонов ты понимаешь да делаешь клонов она в принципе убивает всех но главное за что я люблю это таскать на всякие небольшие миссии и массухой просто стоять ничего не делать накидал и все они сами все дохнут на в всяких оборонах и так далее особенно на оборонах конечно есть небольшую тена на там релики например подкрывать или еще чего-нибудь правда сейчас есть стали вот туда я ее не беру на оборону но многие в принципе берут и нормально все отлично работает просто мне на настали не так нравится как другим миссо это пожалуй варфрейм который я освоил самый такой из последних и в общем то не скажу что я прям в восторге ну то есть как бы не она не самый мой любимый варфрейм но она хороший варфрейм очень хороший если нужно где-то постоять что-то зачистить она просто своими пистолетами вышибает все живое выглядит у меня билд примерно вот так и собственно здесь у него регуляторы надо еще регуляторы у меня сделаны вот таким образом я боевой андроид случае угрозы военный протокол в приоритете как же с вами роботами тяжело нова нова это один из самых красивых делюк скинов вместе с мирашкой там и прочими то есть ее атомика скил скин мне просто очень нравится и получается здесь она у нас вот в таком вот билде это на нормальную скорость его я не использую это скорость минус это скорость плюс если посмотришь все это собрано на скорую руку не сильно так я билдил там по 3 этих даже не вставлял этот второй ну не так часто я беру но в принципе она мне очень нравится надо как-нибудь заняться доделать все это чуть сюда еще вставлю ну и в общем-то звезды пустоты дают ей это спасение она прекрасно живет а молекулярный заряд ее последний скилл заряжает и либо замедляет либо ускоряет мобов в зависимости от силы если сила у нас идет в минус то мобы ускоряются если сила так если сила идет плюс то мобы замедляются да вот как то так это работает ну и собственно берешь замедляешь заряжаешь они легко взрываются легко убиваются нового прекрасно себя чувствует плюс шикарный скин ну чё почему бы и нет отличный варфрейм ну и завершу видео я октавушкой видос на которой я в ближайшее время хочу сделать такой на prime версию у меня был старый ну такое то она prime версию вот будет только ну собственно вот так все выглядит у меня сила то есть здесь у меня на соточку зона поражения чуть-чуть повышена получилось только так а длительность 306 то есть я пробовал разные методы разные способы и в общем то как я понял для сэбэ самое удобное это длительность то есть минуту у меня фигачит он стоит и все зашибись все подробности будут потом видео которое также потом закреплю день там в кабинете внизу на октавушку она способна проходить в принципе вообще все я даже думаю знаете новичку наверное если он хочет закрывать сталь соло как раз октавушка будет зашибись ее молот стягивает на себя все внимание это значит что очень хорошо можно защищать допустим гробик слова или допустим можно поставить на точку на захвате молот а сам уйти на другую точку убивать и так далее и тому подобное то есть применение масса она инвизор она может там шарится она убивает все живое архонт как на него реагирует архонт это вообще отдельная тема он стоит мне так смотрит этот думает что с этим делать молотом а ты его стоишь поливаешь из инвиза то есть архонт вообще там это в шоке от этого происходящего всего сейчас может еще подправить с этим делом но в принципе она его довольно очень легко убивала хотя я все равно люблю больше инароса в этом плане конец не так страшен как я его себе представляла конец ждет нас всех но на этом мы с борисом прощаемся с тобой напиши под видео какие варфреймы у тебя любимые будет интересно посмотреть кто на чем бегает наверняка у кого-то на первом месте гаус а